Да, мы хотим жить и работать, и есть вкусно. И мы можем это сделать, но никто из владельцев ресторанов, кафе и все остальное не работает с программой «Дом, милый дом». Почему это делается, я не знаю. Но с нами работает столовая по-домашнему. Это очень хорошо. К слову о том, что когда мы сюда приходим, мы получаем удовольствие от качественной еды. Где это делать можно? Здесь, на проспекте Ленина, 90 и на улице Вокзальной. А теперь вернемся на круги своя. По сути событий, я езжу в места с меньшей, чем у нас, ориентацией по деньгам. Индия, Турция, Китай, Куба, естественно. Вот там с нашей пенсии вы будете, так скажем, крутые. Да-да. Но там, кстати, дома никто не кушает. Там во всем разнообразии есть рестораны. Не рестораны, как у нас, понтовые, а простые места отдыха с отличной кухней. Мне задали вопрос. Смогу ли я вам все это объяснить? Думаю, смогу. Как вам здесь? Вкусно? Вкусно, уютно. А часто сюда приходите? Ну, стабильно. Стабильно, да? То есть, я прекрасно понимаю, вы в других местах, наверное, тоже пытаетесь покушать, да? На левом берегу. И где вкуснее? Видите ли, какая ситуация? Вы хотите сделать то круто по той же цене? Ну, пункт номер один. Настолько круто не получится. А с ценой проверим сами. Итак, возвращаясь на круги своя, что я сейчас буду кушать? Это чуть позже. Просто почему вы сюда не ходите? Вот начнем с этого. То есть, я прекрасно понимаю, что девушек не обломать. То есть, для девушек вот шоппинг подавайте. И каждый вечер ваша девушка, если она заработала деньги, куда ходит? На шоппинг, естественно. Давайте все-таки определимся, какой шоппинг для нее дешевый и вкусен. Оптимальный вариант – это интернет-шоппинг. Уж поверьте мне, поставьте себе домой интернет, покажите ей, что в интернете все в разы дешевле, чем в ваших магазинах. И ни в коем случае не давайте ей шоппингироваться в наших ритейлифских центрах. В связи с тем, что я там часто не бываю, а вот когда я там бываю, я вам могу сказать, что 95% еды, которая там представлена, ее есть даже невозможно. Чтобы вы поняли, объясняю ситуацию. Если вы хотите купить себе нормальные сосиски, зайдите туда и посмотрите, из чего эти сосиски делаются. То же самое и про колбасы. Посмотрите внимательно. И другой вопрос. Я кое-что помню, да, из детства, естественно, мне 45 лет, дай бог в этом году исполнится. Я прекрасно помню тот вариант, когда пиво, которое, ну, не я покупал, вот, оно портилось через 3 дня. Я прекрасно помню то молоко, которое мы тогда покупали, из него делаются простокваши. Просто, легко и просто. Я прекрасно понимаю, 2-3 сорта колбасы, которые продавались в то время, никаких проблем с ними не было. Ну и все остальное. В том же количестве. Да, не было такого большого сортимента, но, по сути, он вам и не нужен. Вы должны есть. То, что вы сейчас можете посмотреть в ретейлер-центрах, посмотрите внимательно. Из чего эта колбаса сделалась? То есть, я 40 минут выбирал нормальную колбасу. Я нашел эту. Единственную колбасу. Единственная сосиска. Из того огромного ряда сосисков и колбас, которые вам есть. Другой вариант. Если вы вдруг пришли домой, да, и захотели покушать, то вы будете есть. Есть самый дешевый вариант. Пельмешки. Пельмешки, сои, клен. Вот такая штука, да? Я не знаю, сколько этих пельмей и где производится. Я очень сильно в этом деле сомневаюсь. В городе Магнитогорске я знаю одно место, где я покупаю пельмени. То бишь, давайте мы определимся, куда мы можем прийти. Мы можем прийти сюда, в столовую по-домашнему. Два места есть. Очень хорошее место. Здесь, на проспекте Ленина и на вокзале. И если мы будем есть то, что здесь приготовлено, все это сделано из нормальных и качественных продуктов. Для того, чтобы это вам продемонстрировать, вот это следующее блюдо на второй вариант. То бишь, здесь есть мойва с томатным соусом. Это не та мойва, которую вы можете купить. Я вам еще раз говорю. Бываю я везде и всюду. Единственные консервы, которые я там вижу, это тунец. Все остальное нет. Все остальное не присутствует там. Все остальное почему-то у нас. Давайте вспомним, где консервы денутся. Рыбный консервы. Там даже море нет. Представляете, все это везется. И потом все это делается. Попробуйте. Ой, какой кошмар. Какой это реально кошмар. Не надо вам туда ходить. Оптимальный вариант прийти в столовую по-домашнему. По-завтраку, по-обеду, по-ужину. Теми вещами, которые вам нужны. Ну и вопрос, естественно, другой. Ой, что мы здесь едим. И как мы это будем кушать. То бишь, то что... Давайте все-таки определимся. Я тут недавно съездил в Екатеринбург, да? Ел тевтельки из... Из чего я ел тевтельки? Я делал тевтельки из курицы. Нормальные тевтельки делаются не из курицы. Нормальные тевтельки делаются из свинины и говядицы. К слову о том, что я здесь взял те самые тевтельки. Для студента, естественно. Чтобы их перекусить. К слову о том... Про купаты. Так вот, купаты. К слову о том, что вы понимаете, Что купаты делают тоже здесь. Спокойно все дело заворачивается В... Кишечную штучку. И вы это здесь кушаете. Все это делается здесь для вас, господа. Не надо рассказывать сказки. Это очень качественное и грамотное кафе. То бишь, все, что я здесь набрал, Я бы мог это, естественно, сделать и поменьше. Но, если просто убрав раз, два, три, четыре, Цена вопроса 120 рублей. Я взял, естественно, чуть побольше. Чтобы вам это дело продемонстрировать. То есть, мы не будем говорить, Что здесь какие-то идиотские цены. Нет. Они абсолютно грамотные, спокойные. Цены... Даже если вы что-то другое возьмете, То бишь, есть такая штука доширак. Я, в принципе, ее иногда кушаю. Но вы прекрасно понимаете, какое там место. То есть, это соя. Да, соя? Вопросов нет. То есть, вы можете ее кушать. Берем доширак. Берем картофельное пюре. Тоже продается. Вот насчет салатиков, я не знаю. Это не получится. Ну, еще добавим туда салатик. Салат из морской капусты. Стоит 35 рублей. Так, так, так. Те же дела и получается. Но, в отличие от того, что вы делаете, Во-первых, все это дело убирается, делается и делается для вас, господа. Те же самые, только все вкуснее. Потому что люди понимают, как это будет готовиться. То бишь, в принципе, то, что я люблю, делается легко и просто. Съедается вообще. То есть, вот самый дешевый салат. 15 рублей. Сверый салат. Из капусты. Я вообще 10-50 раз объясняю. Лучшие продукты питания, сделанные в России, по нормальной цене. С изумительным результатом. Для меня лично. Только столовую по-домашнему. Другого варианта нету. Это я тоже умею делать. Я люблю делать винегрет. И харчу я тоже люблю делать. Не знаю, как это делать. Кое-что делаю по-другому. Кое в чем со мной еще никто не может сравниться. Но! Какой вкусный харчо. Но! Мне это хорошо. Я работаю для себя. Я работаю индосыном. У меня есть время этим делом заниматься. Я просто сейчас расскажу, сколько я готовлю винегрет. 3 часа. Сколько я готовлю харчо? 4 часа, если не больше. Ну, это я вообще делать не умею. Потому что я не умею делать вообще. Теперь давайте вспомним. То есть, когда я все это делаю, я говорю супруги. Я понимаю, что это денег стоит. Я понимаю. И ты говоришь, что это все бесплатно. Я говорю, нет. То есть, давайте все-таки определимся. Если вы все это дело будете готовить, я вам уже объясню 4 часа, еще 3 часа. Если даже вместе что-то дело соберете. Представляете? Вы в гордом одиночестве, придя домой часиков в 8 вечера, еще 3 или 4 часа будете готовить кушать. Во сколько вы ляжете спать? Вы ляжете спать 12 часов. Это нормально или нет? Я вам уже объяснил, что цены здесь абсолютно нормальные, ровные, качественные, никаких проблем нет. Все остальное то же самое. То бишь, когда мы говорим про слово ресторан, это место отдыха. Не надо нам втирать, что это столовая, кафе, без разницы. Это место вашего отдыха. Причем, извините, вам иногда что-то необходимо оплатить за то, что люди готовят? То бишь, я вам все продемонстрировал. Если вы хотите все это дело купить, то это деньги получатся. Дешевле? Нет. Здесь? Ммм, супер. То есть, а сейчас попробуем то, что сделано своими руками. Представляете, я вот тоже кушаю в других местах, но почему-то меня сюда всегда тянет. Скажите мне, почему вас сюда тянет? Ну, здесь, во-первых, по домашнему рекламу. Это все-таки и достаточно вкусно. Вот мы сейчас попробовали с моей коллегой судака. Очень вкусно в сметане. И вообще сама очень приятная именно домашняя установка. Тут и уютно. Я просто вчера покушал, сынку своего привез, отвез его к березке. У него были какие-то проблемы. Мы пришли в другое место. Рядом трактир находился. Не знаю, как он называется. Мы покушали четыре блинчика. А за это отдали 650 рублей. Так неплохо, да? Здесь-то как? Подешевле есть? Да, да. Намного подешевле. То есть, можно есть спокойно? Да, да. Хотя это мне, по-моему, это не столовая, это же кафе, в общем-то. В общем-то, кафе. Но сейчас мы еще просто объясняем ситуацию. Такие очень демократичные. Я вот, когда материалы снимал и просто сделал, говорю, давайте все-таки определимся. Я, допустим, хочу то же самое съесть. Я возьму доширак. Я возьму картофельное пюре. Есть такие. Можно купить, да? Всякое. Что-то еще. А, салат из морской капусты. Ну, чтобы это было приятно, да? И то, и другое обойдется примерно общая цена 120 рублей. То же самое я здесь покушал, только я приготовил все то, что мне делают. Логично? Да, да, да. Очень вкусно и разнообразно. А ассортимент вы увидели, да? Да, мы увидели ассортимент. Такой неплохой ассортимент, мягко так скажем, да? Ну, я все, может быть, не скажу, что именно все. Не смогу перечислить из того, что... Вы убирали долго, да? И нашли то, что хотели? Да, нашли, что хотели. Вот это да! Вот это да! Загляните, пожалуйста, еще раз подумайте. А заглянуть вы можете в интернете. Естественно, все это дело в интернете есть. то бишь вот мойва томатном соусе она продается я не пробовал я хочу попробовать как она сделана здесь хороша россия да у нас домой очень-очень далеко но нам привозят мороженое рыбу так вот эта мороженая рыба должна быть хеш-мурву таким образом он глухлится господа друзья мои вы сюда возьмите мойву которую вы покупаете и стороните с тем что вы готовите я открою что небо и земля ни консервантов ничего нет да супер удовольствие обыкновенно мы его делаем теперь другие варианты беточки беточки стоят 25 евреев нормальные хорошие беточки сейчас попробую эти беточки насколько они вкусные распирим малость так быстренько ну я чувствую свинину я чувствую свинину беточки а сейчас супер я мне нравится какого-то домашнего тем что здесь все очень вкусно то есть если вы хотите пойти нормальную качественную русскую пищу но только сюда но здесь есть и другие вещи конечно я себе хотя бы по-другому привел то что сейчас вы готовы а вы посмотрите обязательно то те странички в интернете то есть ну я крайне сильно сомневаюсь что где-то есть то что доктор прописал в том же количестве нет 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 я этого нигде не видел каким образом здесь все это дело сочетается я не знаю но для меня радости больше не было я приходу и получаю я приходу и получаю то что должно быть просто отведет и так господа мои все то же самое ну и с тем вкусом есть у других ресторан все то же самое но с этим вкусом и с вот таким качеством из столовой по домашней это однозначно туда можно пойти утром, днем и вечером к сожалению они не работают слишком поздно но те кто хочет те кто понимает кто едет может остановиться и здесь на улице на проспекте Ленина рядышком с центром цг я далеко уходить не надо между тем как вы поедете куда нибудь в 5 часов или в 6 часов они еще работают остановитесь покушайте вечером а потом уже другими вещами дома занимайтесь просто можете отдохнуть потому что если вы все это будете собирать дома вы еще потом поймете сколько вы будете готовить не говоря о том ну где вы все это дело можете купить качественных продуктов вы не купите нигде ни в одном в магазине там всего лишь 5% того что я бы стал кушать поэтому я оттуда и не хожу утречком ну пожалуйста чуть лица поехали зашли куда перекусили ну во днем естественно вообще везде всеми говорят если вы будете пытаться грамотно ровно то есть в ровно утром ровно днем ровно вечером то жизнь ваша будет малость так чуть чуть подольше чем то что сейчас творится а где все это делается и с тем качеством которое мне нравится так вот это столовая по домашнему приезжайте и почувствуйте этот аромат замечательный аромат то бишь не получится у вас и время вы потратите в сумме большее зачем все это делать когда есть столовая по домашнему вы же тоже должны понимать что лучше общение лучше результат дома чем многочасовое стояние у плиты тем более с ценниками я же вам все объяснил так вот чем еще не понравился этот сюжет тем что я был в процедуре съемок познакомился с женщиной которая живет в америке я задал ей один единственный вопрос она просто раньше чем я туда съездил она в 91 году там живет а я туда поехал в 97 я говорю пересчитайте все это дело по деньгам американцев и скажите то есть она пересчитала и сказала то что мы здесь съели по цене в 150 рублей там бы стоило 15 долларов внимательно скалькурируйте перемножьте на 57 и поймите что это примерно 1000 рублей нормально вот такая сумма то есть мы не говорим что в америке все стоит дешево нет уже даребно и далеко не так теперь вопрос где вы будете хорошо и качественно питаться я считаю что столовая по домашнему это то что доктор прописал потому что ну то ли и где мы сейчас живем ни в коем образом не отразилось на ценах все те же самые ценники остались теперь вопрос сможете ли вы это сделать по другому то есть я сейчас определил ну и вы в сюжете посмотрели то есть берем доширак куриную картошечку которая продается в смысле обыкновенное картофельное пюре не куриная картофель хотя есть такая с курицей вот и салат обыкновенный салат вот из этого из морской капусты все это перемножаем и это деньги получаются понимаете или мы здесь пытаемся это сделано все для нас супер да очень хорошо где эта столовая по-думашнему есть она здесь на 90 и на вокзале оно и это столовая воспринимает утром днем и вечером